коротко об убеждениях праведных предшественников мы разобрали многие темы мы сейчас данный момент начал разбираем мы разобрали единобожье господстве разобрали единобожье поклонение божественности и сейчас очень важная тема мы уже один урок сделали по нему в единобожье именах аллах и его атрибутах прекрасных именах и совершенных атрибутах аллаха один урок мы уже разъяснили позицию аглюсуна сейчас более подробно с аятами и в конце урока иншалла если мы успеем слава ученых и имамов буханифа имама шафии других великих мамов отношении этого талхида и вопросах разногласия потому что большинство ашаритов и матрудитов те которые суфи которые у них или они были ашаритами или матрудитами в вопросах с ним разногласия именно им в этом талхиде поклонение тоже основной их проблема то что они многие из них крайне делать ширк то есть они не единобожье божественности и поклонение они нарушают его взывая мертвым надеясь на них что они судьбе не спасут или идут на кладбище что они им ответят мы этого просто забрали прежних уроках сегодня у нас именно вопрос ахаритисом разногласия именно описание всевышний аллах его атрибутах и вебинах коротко талхиду ласма его сифат манаху смысл о видна божия имена и атрибутах аллаха алиатикаду джазму би анна аллаха твердое убеждение что поистине аллах субхану ватаалла лагу ласма ул хусна у аллаха прекрасные имена ва сифаты аллах и возвышенные сифаты описания вау муттасифу биджами и сифаты камал он описан самыми прекрасными всеми прекрасными совершенными атрибутами ва муназаху нан джами и сифаты нақс также он очищен от всех недостатков муттапаргидум бидалек ан джами аль каинат вал махлукат и он един и отдален от всех творений которые или все что он или там творение сотворил то есть он в этом только один аллах отличается что он совершенен нет ни одного качества недостатка у всевышнего и все остальные люди они несовершенны или творения мы знаем что они слабы вау снула джама и арифу на раббахум диаграмм жалла фи-улах би сифаты и лвариды фел-куран васунна мы ахлу сунна вау жама а мусульмане ахлу сунна вау жама'а знаем своего господа субхану hatala би сифаты и лвариды фел-куран васунна с его с описанием которые пришли в куране сонне то есть мы ее не представили мы его философскими взглядами через эти не пропустили мы познаем своего господа через его книгу и также через посланник Аллаху мы описываем тем, что он сам себя описал в Коране и как его сам посланник Аллаху описал мы не меняем смыслы То есть, слова не меняем, то, что Аллах сказал одно, потом мы его толкуем по-другому. Мы не отрицаем ни имена, ни аяты Аллаха. Мы утверждаем Аллаху те описания и качества, которые Аллах сам себе утвердил. То есть, мы утверждаем то, что Аллах сам себе утвердил. Когда мы говорим, что Всевышний Аллах возвысился на аршу, мы не говорим, что Он возвысился как человек или над чем-то, местом и так далее. Мы не уподобляем никому Всевышний Аллаху, нету подобного Аллаха, никого из творения. Также мы не говорим, каким образом Он возвысился. Мы также не аннулируем, как аннулируют многие это качество. Они говорят, нет, Аллах не возвысился, Он не может возвыситься. Они это качество полностью аннулируют. Или искажают. И правила для Аллаху во всех этих моментах, это то, что Аллах в Куране сказал. То есть, подобного Аллаха ничего нет. Даже если какие-то смыслы, ну, Аллах говорит, мы слышим, да, мы видим, да, у нас есть глаза и уши, да. Но если Аллах говорит, что Он слушает и видит, необязательно представлять Ему уши и глаза, как у нас. То есть, нету подобного Аллаху, и Он слушающий и видящий, но не так, как мы видим, и не так, как мы слышим. И не должны быть такие же, как у нас органы. Основное, значит, Му'тазилите, зайдя в философию, что раз Он возвысился, значит, это место. Ага, Аллаху место там не может быть. Тогда раз Он слушает, значит, уши. Не нужно вот это философские правила сюда внести, агиду. Это полностью все искажает и меняет вообще агиду. В этом ничего проблема. Аллах в Куране говорит, так же это правило. И за счет этих имен просите у Аллаха. Оставьте те, которые уклоняются, искажают имена Аллаха. Они будут наказаны, они получат полное наказание за то, что они делали. Аглу снуву льжамаа, наша позиция. Мы не ставим границы и не определяем, каким образом у Аллаха сифаты. Каким образом Он видит, каким образом Он возвысился. Потому что Аллах не рассказал, каким образом. Мы не можем говорить, каким образом Аллах возвысился на трону, потому что нам Аллах это не объяснил. Если бы объяснил, мы бы его слова повторили. Потому что никто, кроме самого Аллаха, не знает Всевышнего Аллаха лучше него. То есть Сам Аллах лучше нас знает, каким образом и остальное. Но Он нам не рассказал, значит, этого не нужно было делать. Субханаху свят Аллах, قال Аллаху та'аля, Аллах в Куране говорит, «Кул аантум а'ламу амин лах». Аллах говорит в Куране, «Мухаммад, скажи, вы знаете или Аллах знает лучше?» Конечно, Аллах лучше знает, и его знания сия блинши. «Ва каля», также Аллах говорит, «Фала тазрибу лиллахи ламсал». «Не приводите Аллаху мисалы, примеры, притчи». «Инна Аллаха я аламу аантум ла тааляму». Он поистине Аллах знает, и вы не знаете. Я часто говорил, Усуфил, Саида Фанди, по-моему, он приводил примеры трансформаторов, столбов. Президенту не может зайти, говорит, только через секретаря. Аллах говорит, «Не приводите Аллаху притчи, вы президента притчи приводите». Где президент, где Всевышний Аллах? Президент, этот Путин, кафир, абсолютно такой же человек, как мы, так же кушает, спит, ошибается. Как можно творение с творцом сравнивать? Потом вы говорите, мы, муджасима, мы, такие-то плохие примеры. Вот вы абсолютно просто кашинственный пример приводите. Творение кафира приводите пример с Аллахом. Что вы не можете прямо к нему попасть, так же к Аллаху невозможно попасть. Нужны секретари, то есть вы нуждаетесь в нас в шейхах. Только через нас можете к Аллаху приблизиться. Вот это и есть ересь, который пророк, саляму, боролся с этим. Через этих идолов, они говорили, мушники, можно только к Аллаху приблизиться. У христиан есть попыток, через них только можно покаяться и попасть рай. Некоторые даже обнаглели, начали продавать сертификаты территории в раю. На самом деле в исламе никакие попы, никакие шейхи-суфисты не нужны, чтобы приблизиться к Аллаху. Нужен учитель, который тебе правильно научит Курану, Ак-иде, Сунне, Адабам. И ты, если будешь соблюдать Сунну, жить по Курану, молит Аллаха, дала дуа, Аллах на твои дуа отвечает. Аллах сказал, «Ида, саалак, аибади, анифа, ини, кариб». «Мухаммад, если тебя спросят мои рабы обо мне, скажи им, что я близок». «Уджибу дауата даа, ида даан», я отвечаю на мольбу просящего. Если мы просим, Аллах отвечает. Аллах говорит, я слышу, я близок, я отвечаю. Вот эти суфисты хотят людей от Аллаха отдалить и говорят, «Нет, он далек, он вам не ответит, надо только через нас, чтобы люди нуждались в них». Абсолютно любой человек, чабан, пастух, строитель, инженер, просто, если он единобожник, если он соблюдает фарзы, поднимает руки к небу, делает дуа, Аллах отвечает ему на эту дуа. Если он не отвечает, может быть, за его грехи. Он может покаяться, оставить свои грехи, и Аллах будет отвечать ему на эту дуа. Но если он грешит, как большинство суфиев, жены их нормально не одеваются, к намазу они очень небрежно относятся, харам, халяль не смотрят, рыба делают, обманывают торговлю. Потом, он говорит, мы грешные, нам Аллах не ответит, там, шейх должен за нас. А вы думаете, что Всевышний Аллах не знает, шейх за кого просит? Что ты грешник и не хочешь каяться, и так же дальше продолжаешь свой аморальный образ жизни вести, а там пусть за тебя шейх попросит. Аллах хочет, чтобы каждый из нас покаялся. Аллах хочет, чтобы каждый из нас, кто вступил на его путь, стали соблюдать ислам, были покорны Аллаху. Они хотят, чтобы шейх за вас всех отдувался, а вы жили таким же образом, как вы жили в джахилии. Поэтому Всевышнему Аллаху каждый должен сам звать, сам должен к нему приближаться, строить свои отношения со своим Господом. Никто не знает Всевышнего Аллаха после Аллаха, кроме его посланника Аллаха. То есть больше Аллаха, про Аллаха никто не знает, кроме посланника Аллаха, который про него Аллах сказал, «Поистине Аллах, пророк не говорит от своих страстей, это ничто иное, кроме как откровение, которое Аллах посылает ему». То есть то, что пророк говорит, это откровение от Аллаха, и он не говорит от своих страстей. То есть про Аллаха лучше всего знает сам Аллах, и сам описал в Коране, и лучше знает его послание, который в Суне нам оставил описание Аллаха. Мы, Аллаху Сунау Аль-Джамаа, верим, что Аллах, Он первый, и до Него ничего не было. Он последний, и нету после Него ничего. И он ближайший, и над Ним ничего нету. Имеется ввиду, «Валдзахер, который не против Него, над Ним никого нет». «Валбатин, который не против Него, он ближайший, и ближе Него никого нет». Коему, Аллаху Сунау Аль-Джамаа, Сам Всевышний Аллах не подобен «Никаким творениям, никаким телам». Также его описание также не уподобляется никаким описаниям, качествам творений. «Потому что нету подобного Аллаха никому, нету Ему сотоварища, и никакой уровни нету в Всевышнем Аллаху». «Его нельзя сравнивать с его творениями». «Фа ахлю с суннаты юсбитуна лиллахи ма асбатаху линавсих» «Ахлю с суннау аль-джамаа» «Утверждают Аллаху то, что Аллах сам себе утвердил». «Исбатам билатамфил» «Утверждая без уподобления никому». «Ва танзихам билата атыль» «Мы очищаем Всевышнего Аллаха от всяких недостатков, но без аннулирования». Некоторые аннулируют качество Аллаха, говорят, что мы этим его очищаем от недостатков. То есть какое-то качество, потому что они его сравнивают с качеством творения, и его просто как качество аннулируют. Мы говорим, ради этого мы, ради очищения этого дела. Нет, мы ахлю с суннат очищаем Всевышнего Аллаха от недостатков, но без аннулирования тех качеств, которые Аллах сам себе описал. «Фа хина юсбитуна лиллахи таалла ма асбатаху линавсих» «Ла юмастилюн» «Когда мы утверждаем Аллаху то, что Аллах сам себе утвердил, мы не уподобляем Аллаха никому». «Когда мы его также очищаем, мы не аннулируем его качества и атрибуты, который сам себя, Субханава Таалла, описал. «Ва юминуна би анна Аллаха аззаваджаль, мухит он би кулли шей, охватывает все сущное, ва халику кулли шей, он сотворил все то, что в Вселенной находится, ва варазику кулли хайин, и он дает пропитание каждому живому существу, ва ху ала кулли шейн кадир, и Всевышний на всемогущий, и на всякую мощь способен». Аллаху Табараку Таалла, Аллаху Субханава Таалла говорит, «Ала я'лам ман халака, ва хуал латифу л хабир, разве не знает тот, который сам сотворил, ва хуал латифу л хабир, который он является добрым и севедающим». Аллах также в Куране говорит, «Инна Аллаха хуал разак, вуду л кулу ватил матин, поистине Аллах тот, который дает пропитание, и у него есть мощь и могущество». Также Ахлю Снуль-Джамаа верят, что Аллах, Субханава Таалла, вознесся над Аршем, «Фалка сабр и самоват над семи небесами». «Кама юминуна би улуву хи Таалла», также они верят, что Аллах возвысился, Субханава Таалла, «Ва аннаху ба ину ам мин халки, он отдален от своих творений». «Ахата бикул ли шей ин илман» «И он охватил все, что сущное своими знаниями». «Кама ахбара аннафсихи фи китаби л-азизуа фи саби аятин каримат», как Аллах писал себе в Своем прекрасной книге в семи аятах насчет того, что Аллах вознесся над Аршем. «Би ла такифин без каким образом, без описания каким образом». «Кала Таалла, Аллах говорит, «Ар-рахману аля л-арши с того, милостиви вознесся над Аршем». «Кала Таалла, «Сумма с того, и после этого Всевышний вознесся над Аршем». Это второй аят уже. «Кала Таалла, аминутум мауфис самай, анях с сифа бекум л-арл». «Разве вы безопасны от того, кто на небесах, что он заставит землю вас поглотить?» Аллах говорит, «Разве вы в безопасности и доверяете, что Всевышний Аллах, который на небесах, то есть тот, кто на небесах, заставит землю поглотить вас?» Аллах не говорит, что он тот, который везде суши. Он говорит, тот, кто на небесах. И не ваххабисты так говорят, что Аллах возвысился или вознесся над троном или над небесами. Всевышний Аллах так говорит. Это в Куране так Аллах говорит. Ты не можешь это слово, тот, кто на небесах, взять и аннулировать в Куране. Или ее просто не перевести. Это же Куран. Никто не имеет права с ним играться так. «Калат Таалла, илэйхи ясаду л-калиму т-дайибу вал-амалу с-салиху я-рфау». К нему поднимаются прекрасные слова, хорошие слова. «Вал-амалу с-салиху я-рфау». Хорошие, прекрасные дела Аллах к себе поднимает. То есть, если Аллах не возвышен, как к нему это поднимается? «Калат Таалла, я хаафу на раббаху мин фау-кихим». Также Аллах говорит, «Они боятся своего Господа, который над ними». «Они боятся своего Господа». «Разве вы мне не доверяете?» Пророк сказал, «Мне доверяет тот, который на небесах». Аль-Арш верят, что есть Арш, есть Курси, есть Арш, это как купол Вселенной, и Арш это как престол Всевышнего. Нет в этом сомнений. И Арш является, этот купол, самое великое из творений Всевышнего Аллаха, самое большое и великое из творений Всевышнего. И Арш как будто это как купол, как крыша идет Вселенной. Вот оно и говорит, это как над вселенной, как купол идет. Ее размеры, ее могущество, ее величину, кроме Аллаха, никто не знает. У нее есть столбы, которые несут ангелы. То есть этот Арш несут ангелы. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Господь великого трона Арша. Престол перед Аршем. Это место, где находится ноги Всевышнего. Аззаваджал, в Курсию фил Арши, также престол перед Аршем, как кольцо кинутое в поле. Очень, намного меньше, чем Арш. Но в то же время эта Курсия, она больше, чем небеса и земля. Представьте, все небеса, совсем небес и земля. Какая огромная величина. Эта Курсия больше, чем эта. Но сама Курсия меньше, чем Арш, как будто кольцо кинутое в каком-то пустыне. Его Курсия, престол, объем ее шире больше, чем небеса и земля. Ва юминуна анна Аллаха та'ала мустагдин анна Аллаха арши в Курсии. Так же Аглу Снуль Джамаа верят, что Всевышний Аллах не нуждается ни в Арше, ни в Курсии. То есть, Он не нуждается ни в Арше, ни в престоле. Всевышний Аллах причислен от того, чтобы Он нуждался в этом Арше или то, что меньше, чем это Арш. И Арш, и Курсии, престол, они держатся за счет могущества Аллаха и за счет царства Аллаха. Он сам их вот так держит. Аллах сам не нуждается в них. Ва юминуна анна Аллаха та'ала халака Адам, алейиссалату ассалам, в ядейх... Мы также, Аглу Снуль Джамаа, верим, что Аллах сотворил Адама своими руками. Ва анна кильта ядейхи, амин, и что оба его руки правые. Ва ядаху мабсуд аттани, что его руки распростертые. Юмфику кайфа яшай, и он дает, как поживает, кому поживает из своего пропитания. Кама васса фанавсаху, субханаху, факала та'ала... Аллах так описал сам себя, и Аллах сказал в Коране... Что тебе помешало поклониться тому, который я создал своими руками. То есть Адаму. Это обращение к киблису, к Коране, который Аллах описал. Аллах описал, что Адама я сотворил своими руками. Каким образом, какие руки, мы туда подробности не входим, Аллах не описал это. Но мы то, что Аллах утвердил в себе в Коране, мы также утверждаем. Также Аллах говорит... То есть то, что Аллах руки распростертые. Аллах описал, что руки открыты, распростертые. Он дает, кому поживает, сколько поживает. Яхуды сказали, что Аллах руки закрыты. Аллах, субханаху, говорит, мои руки открыты. Он дает нафақа, кому поживает. Опять, не нужно их сравнить людскими руками или так далее. Какие-то телесные вещи представлять. Мы утверждаем Аллаху, субханаху, мы утверждаем Аллаху, знание, валькудрата, мощ, худра, ва куватан, силу, ва иззан, ва каламан, ва хаятан, возвышенность, ва калам, то, что Аллах говорит, ва хаятан, ее жизнь, ва махаббатан, любов, ва рахматан, милость, ва гадабан, ва сахатан, так же гнев Аллаха, ва карахиятан, то, что Аллах недобитворидан, что Аллах бывает доволен, ва дыхкан, что Аллах смеется, ва мағиятан, что Аллах бывает с кем-то, то есть Аллах говорит, ва Аллаху ма ассабрин, Аллах с терпеливыми, с терпеливыми. ва сақан, ва ядан, так же голень и руку, ва саман, слух, ва басаран, зрение, ва ваджхан, ва айнан, так же Аллаху, мы утверждаем и лицо, лик Аллаха, ва айнан, глаз, ва гайра ха мин ассифаты лати талику биджалялихи, другие слифаты и атрибуты Аллаха, которые подобают Всевышнему Аллаху, ва адаму подобают его величию, ва камалихи ва его совершенству, субхана, Аллах причислил от всего, от всех недостатков. ва лати ва саффа Аллаху аззава жалл биха нафсау фи китабе азиз, который описал сам Аллах в своем Куране, то, что я сейчас перечислил, то, что Аллах будет доволен, Аллах гневается, Аллах видит, Аллах, лик Аллаха, это сейчас я приведу аятов, Аллах в Куране это все еще описал, или на языке пророка, салава ассалам, в Сумне это пришло. Теперь, Аллах говорит, что говорит, я с вами слышу и вижу, то есть, я с вами, я вам даю поддержку, не бойтесь, когда идете к фараону. Также Аллах говорит, Аллах знающий и мудрый. Мы Аллах описываем, что он говорит, Аллах в Куране описал, что Аллах говорил с Мусой. Когда все погибнет в этой селенной, Аллах сказал, останется только лик твоего Господа. Аллах описал, что у него есть лик, и мы это утверждаем, не можем аннулировать аят. Аллах в другом аяте про сахабов говорит, описываясь подвижников, что Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. То есть, таким образом, у Аллаха есть качество, что он бывает доволен. Бывает качество Аллаха, что Аллах гневается. Аллах любит их, и они любят Аллаха. То есть, Аллах любит своих рабов, Аллах любит определенные какие-то праведные дела, так же, как и не любит, когда люди осушаются его. Есть аят, который Аллах описывает, что Аллах разгневался над ними. Мы так же Фатихы знаем. Не те, которые над кем ты гневаешься, не те, которые забудились. Так же аяты в Коране Аллах описывают себя. Когда будет приподнята от голени Всевышнего и скажут, чтобы они поклонились Аллаху, они не смогут. То есть, те, кто при жизни не молились Аллаху, не поклонялись Аллаху, когда в суде нужно будет поклониться Всевышнему Аллаху, они не смогут. И Аллах здесь описал свой голень. Аллаху ла иллаху алхайю алкайюм, ва гайруха мнил аятис сифат. Опять здесь Аллах описал себя алхай живой, алкайюм, который держит все Вселенное. Ва ахлу снау алджамаа, юминуна би анна афдала, ва аладза наимин яналуху ахлу алджанна. Так же ахлу снау алджамаа верят, что самый большой нигмат, который может постичь обитателя рая, увидит своего Господа своими глазами воочию. Они будут посещать своего Господа. Они будут говорить с Аллахом, и Аллах будет говорить с ними. В этот день, с один день, их лица будут сиять, и они будут смотреть на своего Господа. Они также увидят своего Господа, как видят луну, полноуние, без никаких каких-то помехов. Так нам рассказал наш посланник Аллаха, с Аллаху алейхиосаллах. Пророк говорит, Иннокум сатарауна раббакум кама атарауна лькама$, лейла это бадр. Вы увидите своего Господа, как видете луну, когда полноуние. Лату-даму наферу этой, разве бывает, трудно увидеть, когда полноуние нет? конечно все люди могут без проблем это видеть также агнусуна вальджама а юминума би анна влаха товара кота алла янзилу или сама и дуния фицулу тела хирим на лейль мы агнусуна вальджама также утверждаем что священный аллах спускается последнюю третий час ночи или сама и дунина небеса земли то есть но зона я лиху биджаля лиху азаматы таким образом который подобает subhanahu wa ta'ala и увеличу джалла вала биля кайфин без каким образом меня без описываем каким образом аллах спускается на небеса последнюю час ночи аллах так пророк согласно нам так рассказал аллах на бию саллау алей вассалям пророк говорит нам янзилу раббу на куле лейлетин или сама и дуня хина ябка сулута лейли ахир ахир наш господь спускается на небеса хина ябка сулута лейли ахир когда остается последний час ночи поякулы и говорит манья дуни фаста джибу лаху кто будет мне делать дуа я ему отвечу маньяс алуни фаут яху кто будет у меня просить я ему дам маньяс тахферу нефа ахфера лаху кто просит у меня будет прощение я ему прошу то есть каждую последнюю час ночи всевышний аллах на небеса земли спускается спускается как подобает аллах мы не говорим как он каким образом не описываем эти вещи потому что не пророк не самого это не описал но нам пророк это рассказал передал мы также и утверждаем также верим в это айу меню наби анна уллаху таалла я джиу яума льми ади вал мала кусафан сафа лил фасли байна и баду лил хукмин байна хум также ахли сына жама верят что аллах субхану таалла собственный день придет с ангелами которые будут выстраиваться рядом и беля кайфин камова сафа нафсов и китабе без таким образом аллах придет мы ничего не описываем потому что аллах не описал но это в куране пришло калла и дадут катиль арду даккан дакка ваджа араббука вальмалаку сафан сафа аллах гаджа араббука и когда твой господ придет вальмалаку и ангелы сафан сафар я дамы то есть аллах говорит что он придет это качество аллаха но мы не говорим каким образом придет на ногах он придет какие там мы не какие-то органы ему не предаем за это также другом аят его говорит разве они не ожидают или или я тихому что аллах придет к ним облаках и а и ангелы тоже придут и веление аллаха будет уже решено по манаха жу ахли суннату вальджама атифиль имани биллахи талла я талла хасу ахли снова джама их не методология вере в аллаха коротко если сказать включает себя били имани льжазим что мы верим твердо утвердю верим твердо он лекарами мы утверждаем полностью в атаслиму там мы покоряемся полностью аллаху прямо ахмара биллаху талла как аллах себе писал то есть мы твердо убеждены верим стопроцентно что сушь то она на себя описал в китабе своем книге влах бара бирасу луку салла варислам фе суна ты как также как пророк сонсан описал и рассказал свои сунне валь амали бима мин джами и вуджу хима миндуни и лихад мы делаем амал уране и в сунне то что пришло мин джами и вуджу хима миндуны и лихад со всех сторон без отрицания аута хрифин не искажая аута или не толкует как не толковал пророк или аллах аута или не аналюрует и качество аута хрифин или не говоря каким образом который аллах сам не сказал миндуны тарад дудин без сомнений без колебаний ауша кем без сомнений боли ману на таслиму амал мы верим покоряемся и делаем амал кама калал имаму таби ульфа киев как сказал один великий имам и таби и уфа киев ученый мухаммад ибн муслим аз-духри рахмалу ват и великий ученый миналлахи рисала на аллаха чтобы он послал нам послание в аля рассуле балах на пророка чтобы он до нас нанес это послание в алейна таслима мы должны сдаться мы должны покориться ислам и есть покорность мы должны покориться и принять это послание и жить по нему вакамакалал имам ул-хафиз и л-худжа суфи адену у яйна также имам и хафиз великий ученый суфи адену я на уровне имама ахмада такой же ученый рахмалу ват он сказал кулу ма вастафа аллаху тааля бихи нафсаху фил куран фа карату тавсиру все что аллах себе описал куране фа карату тавсиру чтение этих слов это истолкование не нужно самим философские толкование делать умозаключение делать вот ее читаешь это если толкование суфи адену яйна говорит ля каифа вала мисля нету каким образом или уподобление чему-то это позиция суфи ложно обвиняет на чтобы ему джасима и мы аллаху придаем какие-то там телесные там качества что раз ты так сказал что аллах если значит должно быть голова значит должно быть тело и так далее это ваше философское заключение вот великие табирины ученые авторитетные которые суфи адену реально из угры все уважают это ученые суфи уважает и я нужно уважает без без разговоров табирин тем более не говорят и ты читаешь и ставали аж возвысился на дальше ты как читаешь так это и есть толкование не надо ее новые толкование придумать что и стал ляк будет кому-то у вас захватила еще аж чужой чтобы захватил и что у нее есть много смысл мы ничего не понимаем и просто из того говорят и не и не переводят а зачем мало это слово сказал чтобы можно пропустить это словно многие русские речные суфистские мамы они эти слова вообще стараются не переводить из того говорит дальше идут но из того и смысл и мы ты не можешь взять ее так просто все вознесся говорит как будто не период у него есть истакара и некоторые ученые описывают аглусуна говорят утвердился или возвысился или вознесся вот эти смыслы самые которые распространены от салафа к нам пришли от табирина от ученых а как она калал аллаха его во все что пришел от аллаха allow мурадилл smile и как аллах подразумнал чтоала под этим словом подразумевает даже тактинг увер fastpta вот что он нам не сослал 3 же он говорит выман субе Рассулили в эфмаде леката сулиляи 20138 я уверовал последние ALavirus и во все что пришло от постоянно калаха аля мурада Рассула так как подразумевал и какой был дал смыслサм посланника Аллаху саламу 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 салам. Аллаху саламу 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 салам. Аллаху саламу 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 салам имам Малика. Также один человек спросил имам Малика, история очень известная, про слова свишного, имам Малика спросили, что насчет аята, милостивый вознесся над аршем, каким образом вознесся? Мы знаем Саид Афанди в своей книге «Сокровищница благодатных знаний» эту же историю привел и нагло исказил ее смысл. Субханава, я не знаю тех человек, которые хотя бы институт какой-то арабский даже знает, не мог такую глупую ошибку допустить, вы или имам Малика сами специально исказили, или он настолько неграмотный, что даже не может это переводить. Они говорят, что то, что Аллах существует, мы знаем. Каким образом? Вообще никто не спрашивал, Аллах существует или нет. Кто мог имам Малика в мечети пророка спросить, существует ли Аллах? Там безбожных атеистов не было. Там вопрос стоит. Милостивый вознесся над аршем. Каким образом вознес? И имам Малик говорит. Гайру маджул, то есть это известная вещь, то есть то, что Аллах вознес, это известно. И каким образом? Акл не может понять. Наш Акл не знает это, потому что Аллах нам не описал. И имам Малик говорит. И имам Абу Ханифа говорит. Смотрите. Никто не имеет права об Аллахе говорить хоть что-нибудь. Он должен описывать, как Аллах сам его писал. То есть никто не имеет права об Аллахе качество добавлять, убавлять, разбавлять. Кроме того, что Аллах сам сказал. Имам Абу Ханифа говорит. Он со своим мнением говорит об Аллахе, не имеет права ничего. Табарак Аллах, Раббул Алямин. Аллах возвышен. Господь миру над этими вещами. И имам Абу Ханифа говорит. Тот, кто отрицает, что поистине Аллах на небесах, И имам Абу Ханифа говорит. Слушайте меня из Азии, татары, ханафиты. И имам Абу Ханифа говорит. Слушайте меня из Азии, татары, ханафиты. Он отрицает, что Аллах над небесами, И имам Абу Ханифа говорит. Он поистине полный вере. Это привел имам Захаби. Второй том, 427 страница. Также другие слова имам Абу Ханифа, также здесь цитируются с книги. И второе, то, что до этого говорил. Никто не имеет права про Аллаха говорить, кроме того, что Аллах сам сказал. Это тоже шарф ла-клит тахауи, или имам Абу Абиз Аль-Ханафи. В ее книге это тоже описывается. Когда Абу Ханифу спросили, как Аллах спускается на небеса, он сказал, он спускается, но без как. То есть не спрашивая, не описывая, каким образом. И сказал Аллах. И сказал Аллах. Я спросил Аллах. Абиз Ай был ученым имамом Шама, таким же уровнем, как имам Ахмад. У него не распространился, и поэтому многие его не знают. На самом деле имам Абиз Ай был на уровне 4 имамов. великий имамом. Это тоже такой же великий имам. Вы знаете имама Малика. Их спросили про эти хадисы, которые описывают Аллаха, или про то, что Аллаха увидят в сегодня день. Они все сказали. Они сказали. Читайте эти тексты, как пришло, без описания. То есть Аллах сказал, спускается на небеса. Скажите, спускайте на небеса. Но не говорите, каким образом. Оставьте все, как есть. Этот метод этих салаф и салих, этот метод этих великих имамов, они нам ее так оставили. Также имам Хафиз Нуайм ибн Хамад говорит, тот, кто уподобляет Аллаха творением Аллаха, он упал в неверие. Многие суфисты обвиняют, что мы Аллаху подобляем, чем-то. В Аллах это ложь. Про нас Аллахом мы такое не говорим. Также этот имам Иль-Хафиз что говорит? Он говорит, тот, кто подобляет Аллаха своим любым творением, поистину, упал в куфр. И тот, кто отрицает те качества, которые Аллах сам себе описал, тот тоже пол куфр. Вы же отрицаете многие атрибуты Аллаха. Будьте осторожны. И нету ни во что из того, что Аллах сам себя описал, Илья-Пасан описал, нету уподобления. Если мы сказали, что Аллах сотворил руками, как в Куране пришло, это не является уподоблением. Если мы говорим, что Аллах спускается, мы не говорим, что это уподобление. В этом нету, потому что так Аллах сам описал. Кал имам Ибн Кудама Аль-Макдиси Рахма Аллах Это великий имам Хамбалитского мазхаба. Он говорит, на этом позиции и салафы шли, и те, кто за ним шли из халав в новых поколениях пришли, пусть они будут довольны Аллах. Все они единогласны в том, что мы признаем эти качества и проходим по ним, как они есть. Утверждаем эти качества. Во всех сифатах, то есть описаниях Аллаха, который пришел в Куран и Сунне, мы не позволяем себе толковать эти описания Аллаха, абсолютно не трогаем их. нам нам приказали, он говорит, ибн Кудама ал-Макдаси, следовать их следам, по их следам идти, и брать с них пример, с их нура и с брать пример, то есть мы не имеем права, то, что салафи нам оставили, и сказали, проходите по этим аятам, не тавилин делайте, не аннулируйте, не уподобляйте кому-то, вот таким образом мы должны по этим качествам если вы будете придерживаться именно мнения четырех имамов и Суфьян и Ауза и ибн Кудама и Макдаси, и самых великих ученых и салафов, и будем оставлять эти качества как есть, Аллах описал, без уподобляя кому-то или пытаясь объяснить каким образом, у нас большинство разнограссий закончатся. Если вы перестанете вызывать мертвым и делать ширк, оставите беды, о которой нет в сунне поклонений, и оставите именно Аллаха играться с этими сфатами, где не нужно аннулировать, у нас разногласия закончатся. Придерживайтесь аквейда четырех имамов, придерживайтесь, оставьте все, что беда, нет в сунне пророка в поклонении, то есть возьмите шафиитский мазгаб, посмотрите, то, что вы делаете там есть, нету. Имам на его книге есть, это основная авторитетная книга шафиитского мазгаба, там то, что вы делаете на кладбищах нету, там то, что вы делаете на маулида нету, там основная проблема разногласия, что мы это не делаем, вы нас порицаете, ваххабистом называете, это ни в одном мазгабе нету. Вот эти аквейды, если вы будете возвращаться к прежним поколениям авторитетным ученым и имамам, придерживаться их мнения, у нас все разногласия просто закончатся, и никаких проблем не будет, иншаллах. Агнус Сноль Джамак, сейчас в одном абзаце, это последняя тема, заканчивается, дальше придет вера в ангелы. Мы не причастны к мазгабам, которые делают, аннулируют качество Аллаха, те, которые уподобляют Аллаха чему-то, мы говорим, что на Аллаха оставляем, мы не понимаем смысл, там, где есть смысл, там, где сахабы и таби'ины толковали, ва الحمду لله и хвала Аллаху. هذه هي агэдату салафу салаху. Это и есть агэда праведных предшественников сахабов, таби'инов и имамов, четырех имамов. Аглу Сноль Джама'а, который называется Аглу Сноль Джама'а. Ва агвалу аимматин фил имам и биллахи и таалла, и это их салах имамов веры в Аллаха, субхана и таалла. фаман салака маслакахум якунум мультазма, биманахи, расул. Те, кто будут идти их путем, в описании этих отрибутов Аллаха и качеств, они будут придерживаться пути пророка, с подвижников, радия Аллаху, амам, аджмай. Если вы хотите быть спасены в судный день, чтобы ваша акида была верной, чтобы вы не разногласили четырем имамам, табиинам, сахабам и акида пророка, придерживайтесь именно их акиды, их мнения, их взглядов, и тогда вы никогда не забудетесь, иншаллах. Просим Аллаха показать нам истину истиной, и дать нам следовать истине, также нам показать заблуждение с заблуждением и держаться подальше от этих заблуждений, потому что поистине заблуждение будет в аркский огонь. И в судный день Аллах прежде, что нас спросит, это будет наша акида и талхид. Талхид это самая важная вещь, чтобы спасти судный день. У кого нету талхида, есть заблуждение в талхиде или есть искажение в талхиде, этот человек не спасется в судный день. А человек, который, то есть он будет из тех числа, которые Пророк Силосом сказал, моя умма разделится на 73 группы, из них 72 в аду, один только в раю. Те, кто в Ахреде исказили религию Аллаха, эти люди будут как сектанты течения, в том числе и шииты, и корониты, и кадариты, и так далее. Это все течения из тех, которые будут не в раю, а в аду. Кто будет из этих 73 групп в раю, это те, которые Пророк Силосом сказал, те, кто, над чем я и мои сподвижники. То есть мы должны следовать пути Пророка Силосом, сахабов, табиринов. Также в другом хадисе, который пришел, что он по сравнению с хаджи сказал, я вам оставляю две вещи, если будете за это держаться, никогда не забудетесь, это моя книга, это моя книга Аллах и моя сунна. Мы должны придерживаться Курана и сунны, и понимание именно табиринов, сахабов и четырех имамов, тогда у нас разногласия закончится, и мы, иншаллах, будем из числа спасенных судный день. Баракаллахуфейкум, ассаляму, алейкум, арахмату, арахмату, арахмату. Субтитры создавал DimaTorzok